Ребята, всем привет! Вот у нас и закрылась охота спортивная на зайца В эти полтора месяца перед открытием весенней охоты не так много охот на которые можно выехать это у нас охота на кабана ну и конечно охота на хищника и вот у меня появился новый прицел это Аркон Альфа HT50 сейчас попробуем пристреляться сначала произведу холодную пристрелку по стволу, по каналу ствола потом у меня задача сегодня максимально меньше патронов потратить и пристреляться попробуем, я там прицепил кусок фольги позаклеивал старые дырки потому что вот завтра позвали на охоту не знаю как получится или нет а прицел не пристрелен поэтому по-быстрому поехал что там дома было, похватал сейчас попробуем пристреляться целился я вот сюда потому что почему-то только вот эта полоса видна а остальное все не видно попал сюда то есть у нас ниже пришла где-то ну так по линии то четко ниже где-то на сантиметров ну около 30 сейчас попробуем поправиться и сделаем еще выстрел ну почти куда надо я целился вот сюда попал вот сюда то есть ну по высоте пускай будет нормально но чуть-чуть надо сместить левее и все будет окей едем мы на охоту в один из соседних районов поохотятся в первую очередь у нас там сегодня будет на стрел кабан возможно будут сигалетки, лося, оленя сегодня какое у нас число? тридцатая сегодня у нас тридцатое число на лося и ленина сигалетков у нас можно до 31 января охотиться дальше охота закрывается у меня появился новый прицел аркон альфа ht-50 я его вот буквально вчера Лёше позвонил приезжаю на охоту то я его по быстренькому поехал пристреливать и взял, короче, камеру она разряжена с опытом кадров с пристрелки не получилось ну, удалось нормально пристреляться за три выстрела первым выстрелом ну, сразу навелся по стволу как раз по центрам почти ну, по горизонтали нормально но ниже получилось где-то на сантиметров 30 сделал второй выстрел ну, где-то сантиметров 7-8 левее и потом уже третьим выстрелом в точечку попал к сожалению, запись не ведется прибором в режиме пристрелки ну, либо я не разобрался не знаю, кто разбирается напишите, что там надо сделать сегодня будем его первый раз в полях тестировать еще я через него зверя не видел там стоит 640-я матрица 50-я линза и поэтому картинка там должна быть хорошей в первую очередь он нужен мне как бы для охоты на хищника чтобы на дальнее расстояние распознать хищника ну, чем лучше картинка тем дальше мы распознаем зверя его видовую принадлежность половую принадлежность возрастную категорию потому что, допустим, как сейчас можно стрелять только олени-сигалеты с подхода и нам нужна нормальная картинка чтобы мы могли разобрать что там, олень или спичак ну, чтобы не застрелить того, на что у нас нету лицензии ну, в общем, как бы так ну, кабаны у нас круглый год любого пола и возраста у нас где популяция идет кабана государством поэтому как бы кабана будем стрелять того, что выйдет ну, желательно тоже молодняк стрелять потом ушел, как бы, повкуснее Сережа лучше егерь нашей этой области ладно сюда заедем сюда? да, да идем туда до края леса потом направо нам объяснили, куда идти там лежит что-то типа куча силоса вывезли и туда ходят кабаны идем пробовать говорят, что выходят рано могут даже еще по светлому вот уже солнышко вот-вот зайдет после захода солнца еще видно где-то час так глазом без приборов ну, вперед-вперед пока еще есть время надо посмотреться потому что мы здесь первый раз мы пришли на место тут у нас такой полоса леса полоса спереди поле сзади ветер так будем надеяться что где-то оттуда будут выходить кабаны они выходят на это поле кормиться слиты есть но не сказать, что прям очень много ну, тут такой самый оптимальный вариант конечно ветер вот так можем подветрить если сзади будут выходить но будем надеяться что выйдут спереди в общем, только стемнело будем сидеть кабаны где-то должны ориентировочно начать выходить через часик будем сидеть ждать кабаны на нас так на том месте не вышли видели мы только зайцев да лисицу решили где-то после 11 возвращаться назад может проехаться еще по каким полям там поискать зверя и возвращались по лесной дороге и буквально на глаза в лунном свете увидели нос в нос столкнулись с кабаном постреляли по кабану вот кровь сейчас пойдем по следу попробуем вот а Езжу. Ах и нет. Ты говоришь в сани залезет. Вот такой трофей. Хотели маленького, получите. Распишитесь. Распишитесь, да. Ну какой был уже, это самое. И так шли назад, там ничего не вышло. Ломаная. Куда еще чувство, что только что обломал. Смотри, какие эти толстые. Дима привязал кабана. Разобрались с кабаном, и решили еще прокатиться по полям, поискать хищника. А та присела, присела. Легла. Все, она побежала, а та лежит. Угу. Вроде же был шлипок, нет? Угу. 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 Добыли лисичку. От стреляли хищника. Красивая. Красивая. Угу. 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 А, во, на горке сидит, да? Блин, далековато. Там оленя штук с 20. Еще один хищник отстрелян. У Димина их угодит. Что-то Дима счастлив. Меньше хищников, тем больше зверей. Красивая тоже лисичка. Завершилась наша охота. Димону большое спасибо. Добыли кабана, две лисицы, два хищника отстреляли. Ну, кабана немножко не того, кого хотели. Я, если часто думал, он там поменьше. Килограмм может 80. Оказалось, он очень длинный. Небольшой. Небольшой, да. Здоровый кабан. Здоровый сигалеток. Сигалетка, он был, наверное, лет 8 назад. Ну, охота клевая. Обновил прицел. Оценивайте видео. Что там? А, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в угодях. Оценивайте видео. Оценивайте видео.